Дни трепета Дни трепета Дни трепета Дни трепета Дни трепета и без цифр. В четырех местах находятся эти вставки. Если человек надо сказать обязательно, если человек не успел еще не проговорил имя Бога этого благословения, в котором эта вставка находится, он должен вернуться и сказать ее. Но если он уже проговорил имя Всевышнего, произнес имя Всевышнего, то он эту вставку уже пропустил и не может восстановиться с одной стороны, с другой стороны нет обязанности молиться заново. Эту молитву молитва ему засчитывается. Есть две вставки более такие, которые важны здесь. Я не говорю, что те не важны, просто в отношении всей молитвы, насколько молитва засчитывается, что человек помолился. Первая вставка это вместо третьего благословения, которое называется душа, то что мы прославляем имя, мы освящаем имя Всевышнего и говорим, завершаем ее обычно в будничные дни Акеля Кадош, Бог Святой. Мы в течение Асэра Тюмечева, 10 дней поколения, то есть которые начинаются с первого дня Рошашны и заканчиваются Ямки Пуром, мы все эти 10 дней говорим Амелиха Кадош, Царь Святой. Тот, кто не сказал эту вставку, он считается, что молитву не помолился, поэтому надо будет возвращаться на начало молитвы и молиться за нору. Есть еще одно место, которое очень важно, это в середине молитвы, там есть вставка Ашива Шофтейна, благословения Ашива Шофтейна, и мы там говорим Амелиха Мишпат, мы заканчиваем, не как обычно в течение года мы говорим Амелиха Мишпат, здесь есть спор, надо ли потом возвращаться, молиться заново или нет. Ашкиназов принято, что не возвращается, не надо потом заново молиться, если человек эту фразу не сказал, ну, Сварадим принято возвращаться и молиться заново, всю молитву, если эту вставку забыли. Теперь когда и где точно как возвращаться, я просто хотел застрить на это внимание. В общем, теперь в каких случаях, как это бывает, если человек сошел с места, не сошел с места, это могут быть разные нюансы, это уже надо будет отдельно об этом говорить и выяснить уже каждая ситуация, каждая ситуация по тому, что произошло. Одно только, то, что я видел, приводится совет, чтобы это не произошло, смотреть внимательно в молитвенник, и тогда это практически человек застрахован, чтобы этого не было. Или сделать себе какие-то пометки такие, чтобы человек не забыл. На молитвы этих особенных дней года, двух дней Рашашана, Йон-Кипу, по большому счету и дней, которые между ними, принято выбирать особенного хазана такого, который выделяется своей праведностью, которого все любят, которого все готовы принять в качестве посланника своего перед Богом, который может донести молитву Богу, который искренен и праведен и так далее. Молитвы этих дней, поскольку это особые дни, мы стоим сейчас перед переговором, мы находимся перед переговором, и мы ждем искупления, прощения. Есть такие, которые это видят, так чувствуют, это время, так, что молитва у них получается с плачем. Есть, которые молятся в немножко сгобленном состоянии, сгинаются. Только вот этот человек, то, что когда он сгибается, он во время молитвы, он это должен делать в посредине благословения, не в начале, не в конце, так принято, так положено. Есть, которые говорят даже немножечко громче молитвы, обычно молитвы говорят тихо, что потом, чтобы никому не мешать. В эти дни есть такое особенное разрешение, что человек может немножко повысить голос, потому что, чтобы пробудить себя больше, чтобы выразить свои чувства больше и так далее. Меньше, чтобы скрипощать человека в выражении его чувств. В принципе, в принципе, в принципе, я думаю, что это то, что касается молитвы, по крайней мере, вечерней, это то, что происходит, как бы, особенности таких, что надо о чем-то говорить, нечего, заканчивается молитва, каждый подходит к другому человеку, говорят пожелания с Новым Годом, говорят, «Лишанату туватикатавитихатем лялталыхэм тувим и шалом», Новому Году будет записан и запечатан в книгу женщин сразу, сразу и моментально, и идут домой, чтобы устраивать праздничную трапезу. Теперь вот эти вот молитвы, которые выражают наш ропот, наш страх, наше трепетание перед Всевышним, и название, то, что он упоминал, они не называются, принято их называть в еврейской традиции «Юмим-ну-раим», страшные, нетрепета. Есть интересное такое уподобление, один из больших раввинов такое уподобление сделал, на что это похоже. Человек, который решился на то, чтобы заняться контрабандой, он занимался каким-то своим куплей-продажей, зарабатывал деньги, ему сказали, что если ты то же самое будешь делать за границей, ты заработаешь намного быстрее. Он решился, нашел человека, который его переведет потайными тропами через границу, и он там будет продавать свой товар, вместо того, чтобы продавать у себя здесь и получать прибыль небольшую, там он сразу много сможет заработать. Он договорился о дне, о часе, о месте встречи с тем, кто его переведет туда. Тот, кто переводит, он уже этим занимается многое время, он уже не сильно от этого впечатляется. Этот человек, который собирается сейчас первый раз это делать, он тревожится об этом больше, он начал уже за месяц тревожиться, что же будет, а вдруг нас поймают и так далее. Тот, который его должен переводить, он спокойно живет теперь, но все-таки до какого-то момента, за несколько дней хотя бы, за какое-то время до этой операции, он тоже начинает волноваться. Единственное, кто не волнуется и не боится ничего, это кто? Лошадь. Та лошадь, на которую они будут везти этот товар и на который они будут пользоваться для того, чтобы ездить, она не боится, ей нечего переживать, у нее нет, она не на таком уровне, чтобы что-то понимать, поэтому она не переживает. Тот, у которого есть какое-то осознание о том, что должно быть, о том, что происходит, он, естественно, может переживать, задумываться и трепетать. Поэтому это не ущербность какая-то, наоборот, это величие, величие человека, то, что у него есть разум, у него есть сердце, то, что он не безразличен. Я извиняюсь за отступление лирическое, мы продолжаем дальше. Итак, мы находимся перед важной, радостной, веселой трапезой Роша Ашана Нового Года. Что особенно в этой трапезе? Ну, говорим и кедуш, мы всегда в праздничных трапезах говорим кедуш, освящение этого дня, мы поднимаем бокал, говорим текст, который, опять же, приводится в молитвенниках, я не буду его приводить, каждый это увидит, что там написано благословение Шихьяна, что дал дожить нам до этого времени, женщина, которая зажгла свечи, во время того, как зажигала свечи, сказала, это благословение, она не должна отвечать амень, благословение хозяина дома, который это говорит, потому что она уже это сказала, и получается, что этот амень на благословение, это будет как бы для нее нежелательным промежутком кедуш, поэтому она на это благословение не отвечает амень. После того, как сделали кедуш, делают омовение рук и говорят благословение на хлеб, пользуясь, так же как в субботу и во все праздники, двумя халами. Теперь в Рошашану принято пользоваться круглыми хлебами, круглыми халами, выпекают специально или покупают круглого вида, круглые формы. Это символизирует о вечности жизни, о годе нашей. То, что наш год, он как своеобразный круг, начинается с Рошашана, с Нового года заканчивается Рошашана и с определенными остановками в разных прочих точках, особенных этого года. По большому счету надо делать так вот, чтобы каждая секунда, каждое мгновение жизни это было особенным, естественно. Надрезают халу, окунают хлеб перед тем, как съесть и передать его другим, окунают его в мед, в символ, чтобы этот год был у нас сладким и благополучным. Есть такие, которые, с одной стороны, один край хлеба окунают, как обычно, три раза в соль и три раза в мед или один раз в мед. И сверху могут налить на этот мед, кому как удобно. И есть такие, которые солью не пользуются, из которых, да, окунают соль тоже. Как бы то ни было, испокон обычаи евреев, окунать в мед обязательно, кому это не мешает и который может это в таком виде кушать. Символ благополучия и радости. После того, как съели хлеб, у нас начинается, в принципе, трапеза. Можно немножечко перекусить, но принято сразу же приступать к такому следующему действию религиозному, обычаю древнему, опять же, еврейскому, который приводится уже в Талмуде. Написано, что для того, чтобы как бы ознаменовать что-то, желательно делать какие-то действия, говорить какие-то слова, это всегда как бы пробуждает, пробуждает к чему-то. Сейчас мы хотим пробудить этот год к благополучию и к радости, и мы говорим, вот эти симонимы, знаки, знаки благополучия. Есть определенные фрукты, овощи, продукты, которые мы ставим на стол специально именно в Рошашану и только в Рошашану, то есть как бы такой обычай именно с Нового года еврейского. В определенном порядке мы говорим молитвы на разные продукты, и их тот, кто может есть, ест их, а тот, кто не может есть, по какой-то причине не нравится или нельзя их кушать по состоянию здоровья. Он просто на них может посмотреть. Теперь это, поскольку эта вещь не такая супер обязательная, поэтому человеку, которому это тяжело, достать такие вещи невозможно, он должен знать, до какой степени он должен постараться их найти, эти продукты. Или часть из них может быть. В принципе, принцип таков, что названия некоторых продуктов, они каким-то образом связаны с пожеланиями, с теми пожеланиями, которые мы говорим в этих молитвах, которые перед тем, как эти продукты есть, произносятся. Ну, например, тамари. В принципе, желательно начать с тамара, потому что тамара – это финик, поскольку он из тех продуктов, которые здесь есть, у него есть привилегия, он один из семи продуктов, которыми… даров земли, так скажем, которыми славится земля Израиля, поэтому на него благословить надо первым. И из тех семи он тоже находится, как бы, один из первых. Потому что мы здесь, в этой трапезе, будем есть несколько фруктов и несколько овощей, в том числе гранат, он тоже входит в состав тех плодов, которыми славится земля Израиля, но финик, он раньше него, поэтому мы сначала должны взять финик в руку. Желательно эти финики проверить, потому что в финиках могут быть иногда червячки, червячки, червяки нельзя кушать по торе, надо их проверить, желательно это сделать до наступления праздника, еще заранее подготовить их, чтобы проверить все финики, чтобы там не было червяков. Мы берем финик, говорим молитву, мы говорим, чтобы Всевышний нам дал и тому сонейны. И тому сонейны – это значит, чтобы наши все ненавистники улетучились, ушли. Потому что это похоже на слово «тамар». Тамар, финик – это «тамар», «тамар» – это слово «тому», чтобы вы уничтожились. Итак, я не буду повторять, потому что, опять же, эти все тексты, они написаны в сидурах, в молитвенниках. Я просто хочу сказать о том, что касается порядка, в каком порядке мы их берем, и какие благословения говорить надо ним. Мы после того, как сказали эту молитву короткую, из которой говорят с имени Бога, упоминают имя Бога, из которой не говорят имя Бога, говорят «Авинуши Башамайм» – Отец Наш Небесный. Есть разные обычаи, каждый делает, как обычаи, либо он знает обычаи, либо как у него написано это в сидуре, и он не ошибется. И так хорошо, и так хорошо. Теперь мы берем этот финик, до того, как его есть, мы на него должны сказать благословение, создающий плод дерева, и будем иметь в виду все те фрукты, которые растут на деревьях, которые мы будем кушать в этой трапезе тоже. Съедаем финик, следующий у нас идет по порядку гранат, как мы договорились, там тоже есть молитва. Сначала мы говорим молитву, потом едим зернышки граната. Дальше мы берем яблоко, дольку яблока, окунутого в мед, опять же символ благополучия, сладости, радости и так далее. Четвертым номером есть один из, это уже овощ такой, но его готовят как варенье, он сладкий такой. Поэтому есть, которые говорят, что надо на него благословение сказать, несмотря на то, что мы на хлеб уже сказали, надо сказать на этот овощ благословение буре приадама, создающий плод земли. Есть, которые спорят, берут вместо этого банан, чтобы это было точно, на бананы точно надо говорить внутри трапезы, во время трапезы говорить надо о создающих плод земли. Есть, который, плод называется коре. То есть опять же мы говорим сначала молитву, потом те, которые на коре скажут буре приадама, создающий плод земли, они скажут это благословение, имея в виду все те овощи, которые мы будем кушать в течение этой трапезы, и съедят этот кусочек этого коре. Или тот, кто хочет, чтобы это было по всем мнениям и так далее, может взять банан, сказать на него буре приадама, потом уже есть коре без того, чтобы говорить на него благословение. Следующий это руби, это такая маленькая фасолька, в тимфе она очень похожа на фасоль, но она немного сладкая и маленькая такая. Шестое, карти. Седьмое это силка, это все определенные виды такие, которые сейчас нет возможности это точно обрисовать, сказать, что это такое, какие эквиваленты в нашем быту. Это усилка, это более просто, это листья свеклы. Восьмым номером мы берем рыбу, причем неважно, как она приготовлена, это может быть фаршированная рыба, это может быть вареная, жареная и так далее. Знак, он чем быстро плодится и размножается, чтобы мы плодились и размножались, как рыба, мы говорим. Девятым и последним пунктом мы берем голову, часть головы рыбы, это проще всего, из которой мы берем голову барана, часть какую-то, небольшую часть от головы барана и так далее. И говорят, чтобы мы были в голове, а не в пасте и так далее. К этому перечню можно прибавлять сколько угодно других всяких продуктов, по которому человеку написано так, что как в той стране, где он находится, этот плод называется. И это связано с каким-то пожеланием хорошим. Можно брать разные плоды. Есть такие, которые берут морковь, потому что она наидишь, это мер. С одной стороны, это много значит, чтобы наши застуги увеличивались. Мы как-то шутили, за столом брали огурцы, по-русски говорили, чтобы огорчились наши неприятели и так далее. И можно обязательно прибавлять, придумывать, можно сделать здесь такое творчество развития, и это все будет хорошо. В Беркад Амазоне в молитве после трапезы говорят вставку на Рошашина, Ялевый Яво. Если эту вставку забыли, то в отличие от субботы, нет обязанности перемаливаться, переговаривать снова Беркад Амазоне. Во время молитвы, утренней молитвы, какие могут быть особенности молиться, то, что написано в Сидурах, обычно начинают молитву немножко раньше, чтобы говорить более сосредоточенно, более медленно, вдумываться больше в каждое слово, из-за торжественности этих дней, важности этих дней. Есть молитва о молитве, мы говорим во время молитвы, есть там вставка, на нас возложена, и там люди кланяются прямо на пол, на пол становятся коленями и кланяются. В этот момент надо, чтобы было обязательно что-нибудь посилено на пол, либо салфетка, либо полотенце, или так далее. Не становиться на пол как такого без чего-нибудь. Читаю Тору во время, когда открывают шкаф, в котором хранится сейф, в котором хранится Тора, говорят 13 качеств Милозердия Всевышнего, три раза повторяют их, что обычно не делают во время чтения Торы. После того, как заканчивается чтение Торы, есть которые устраивают небольшой перерыв, этот перерыв делают кедуш, немножечко перекусы, для того, чтобы подготовиться как-то более сосредоточенно. Потом у них прошло слушание, слушание трубления шафар. Потому что основная заповедь, конечно, этого, скажем так, внешняя заповедь, основная заповедь всех этих дней, это раскаяние и трепет перед Творцом. Внешняя, самая главная заповедь Рошашаны, это трубление в шафар. Если Рошашана попала в субботу в шафар, не трубят в первый день, трубят во второй день. Если Рошашана оба дня попала не на субботу, но на будни, оба дня трубят в шафар. Делают это после чтения Торы, перед началом молитвы Мусаф, дополнительной молитвы. И во время Мусаф, когда человек уже помолился, и он слушает повторение молитвы Хазаном, во время этого тоже там есть определенные моменты, когда трубят в шафар. И естественно, что каждый человек должен знать, что он выполняет заповедь из Торы, когда тот, кто трубит, он говорит, произносит благословение, которое светил на заповеди, заповедовал нам трубить и слушать звук шафара. И то, что дал дожить до этого времени, когда мы можем снова выполнять эту заповедь в этом году, надо иметь в виду, что эти благословения идут для нас тоже. и человек сам их не говорит, он, слушая их, как будто он говорит. Во время благословений и трубления шафар принято стоять. И есть, есть на самом деле очень много законов, которые касаются самого шафара, самого этого инструмента, этого предмета, который называется шафар, рога, какой он должен быть, как его надо делать, какого размера он должен быть и так далее. Мы углубляться не будем. Естественно, кто-то будет трубить шафар, он это должен будет выяснить сам. Тот, кто слушает нам, если мы слушаем это в таком месте, где люди серьезные, мы подолагаемся на то, что человек, который трубит, он это знает. Поэтому мы сейчас не будем не будем об этом особо говорить. В обычных ситуациях человек, когда слушает шафар, он выполняет заповедь. И только единственное, что надо сказать, что человек иногда находится в таком месте, где нет возможности слушать шафар, надо знать, что если это через телефоны, микрофоны, радио и так далее, это не выполняется заповедь, надо слушать звук шафара как таковой. Даже если человек находится, например, в таком месте, где может быть резонация, эхо и так далее, все, что мешает услышать сам звук, это нехорошо. Человек не выполняет заповедь, надо, чтобы он услышал именно отентный звук шафара, сам природный звук, как натрубление в шафар. во время отрубления не говорят, не разговаривают, запрещено разговаривать. в принципе, по большому счету, женщины не обязаны заповеди шафар, поскольку это заповедь, которая сопряжена со временем, определенные заповеди, которые связаны со временем, женщины свободны, как мы знаем. Но, тем не менее, принято уже из покон веков, что женщины тоже слушают отрубление шафара, и даже устраиваются специальные отрубления для женщин, если они не смогли прийти в синагогу послушать. Причем женщины благословляют, ашкенадские женщины благословляют на слушание шафара, представительницы сифардских общин не благословят, но слушают все, насколько я знаю. Детей принято приучать, чтобы они уже с маленького возраста привыкали слушать шафара в Росшашану, но если это такой возраст, или такой ребенок, который мешает, то, естественно, лучше его оставить дома и не приводить в синагогу, чтобы он не мешал другим слушать отрубление шафара. Ребенок, который слушает шафар, и который не слышал благословения в синагоге, он благословляет это необходимое благословение, он говорит, и поэтому ему взрослым может трубить, даже после того, как он трубил уже взрослым людям. Принято трубить в Росшашану 100 трублений, причем они есть разного вида, и опять же, я не буду об этом особо говорить много, потому что тот, кто трубит, как правило, он эти законы досконально изучает, и он трубит, как положено, поэтому остается нам только внимательно прослушать и иметь в виду, что мы сейчас стоим перед Всевышним, что интересно написано в Талмуде, что когда раздается трубление рога этого шафара, человек как бы находится в святая святых, как первосвященник в Йом-Кипур, единственный раз в году, единственный раз в году, который находился в святая святых в Йом-Кипур, так каждый еврей находится как бы в святая святых, перед самым Всевышним, в самом святом месте, когда происходит трубление в шафар. Заповедь, в принципе, она с восхода солнца уже, можно слушать шафар, но принято это делать, как я сказал, после чтения Тори в синагоге, после молитвы, шахарит, утренней молитвы. После того, как послушали шафар, молятся мусав, мусав, который написан в молитвенниках, нечего там прибавить, как там написано все это, молятся, идут домой и устраивают праздничную трапезу, опять же берут две халы круглые, окунают их в мед, и устраивают праздничную трапезу, едят, пьют, усилятся. Есть такие, которые вот эти фрукты, овощи, рыбу, которую мы ели в ночь, в новогоднюю, едят и днем тоже. Что особенного в еде, которая связана с едой Рошашаны, принято, всякие кислые вещи в Рошашану, ни в новогодние есть. Кислые имеются в виду, связанные с, кислые, как мы это понимаем, и кислые, которые связаны с уксусом, такими всякими вещами. Есть такие, которые поменьше стараются, горьких, всяких острых вещей есть, но если это нужно для трапезы, для того, чтобы вкуснее было, можно пользоваться какими-то специями. В основном моменты тут уксусные вещи, кислые. Принято не есть орехи, не есть такие, как орех, он на иврите и гос. Его числовое значение примерно такое же, как и грех. И по-русски как-то тоже, орех, грех и так далее. Теперь, есть такие, которые не кушают виноград. Там бывает разница, белый виноград, зеленый виноград, черный и так далее. То есть есть такие, которые, там есть обычаи, такие, это все Альпи Каббала с тайным учением Каббалы, да, нежелательно. Принято не спать в Рошашану днем, то есть ночью спать, как обычно, а днем в Рошашану желательно не спать, чтобы весь год тогда будет бодрый и более активный. Если первый день в Рошашане не попадает на субботу, то принято после, потом идут к Мингу молиться вовремя, и после Минхи, и после единой молитвы принято делать ташлих, идут к какому-нибудь водоему, если есть такой, либо ставят, или к аквариуму, у кого есть аквариум. Если нет ни того, ни другого, можно просто подойти к, поставить чашку воды или к раковине и так далее. То есть такое место, чтобы там не было только плохих запахов, нежелательно. И говорят ташлих, такой тоже древний обычай, есть там специальные тексты, очень серьезные, очень глубокие, это очень важные обычаи. Это, пожалуй, что касается первого дня Рошашаны в основном, то, что хотелось особо так упомянуть вкратце. Я думаю, мы на этом сегодня тогда можем завершить нашу беседу. До новой встречи. Мы на следующей беседе попробуем завершить эту тему, поговорим о втором Рошашана. Может быть, упомянем какие-то еще моменты, связанные с обычаями этих дней. Пока.